Приветствую вас! Нет, скорее всего, сами вы в ситуации своей не справитесь, потому что по описанию достаточно сильно на вас это влияет, достаточно тяжело на вас это влияет, плюс у вас имеются еще некоторые побочные проявления, которые также крайне негативно влияют на то, что с вами происходит. Вот, я бы хотел обратить внимание ваше в первую очередь на то, что вы пишете про порезы, то порезы появляются сами по себе как будто бы они появляются. На самом деле это конечно же не так, потому что порезы вы себе делаете сами, и вот основной момент отличается в том, чтобы понять, почему вы делаете эти порезы сами, для чего вы это делаете. Такое впечатление, что у вас либо аутоагрессия, либо вы, ну, как бы, так выражаете свои какие-то чувства. Соответственно, если была травма, если травма серьезная, то с ней, конечно, нужно работать, да? Ну, а равно как и с суицидальным поведением, которое, по сути, обозначает для вас, с одной стороны, некий такой заряд заряд к смерти, да? То есть вы хотите себя убить, почему-то считаете себя правой, себя убивать, да? Вот. Вы разваливаете на себя такую сильную, серьезную такую ответственность за свою жизнь, по факту, по сути. Ну, вот. Хотя, на самом деле, вы за это не отвечаете, вы не отвечаете за то, жить вам или нет, то есть вы не вправе этот вопрос решать, потому что, ну, вы решали вопрос о том, жить вам или нет. Что касается травма, то вот именно тот факт, что вы не можете об этом до сих пор говорить спокойно, свидетельствует о том, что травма себя смущает, травма себя беспокоит, и ее нужно прорабатывать, вот. Чтобы этот реставр для вас быть чем-то таким страшным, чем-то таким ужасным, и так далее. Вот. Ну, другое дело, что с этим нужно, опять же, работать. Другое дело, что, опять же, как бы это нужно прорабатывать. Вот, поэтому вы не справитесь никак, никак, при всем желании. Вот. Что касается потери чувства реальности и то, что касается, ну, потери того, что, как будто во сне, да, то есть появление чувства, такой звук, как будто во сне, вот, то это очень напоминает, такой, знаете, попытку избежать реальности, ну, попытку убежать от реальности, вот. Вот, стремление, такое желание уйти от реальности, вот. Вот это очень похоже на механизм такой защиты, вот. Ну, вот, судя по тому, что вы описываете, да, это очень похоже на механизм, на механизм защиты, вот. И если это, ну, если это действительно, так, если это действительно механизм защиты, вот, то, в первую очередь, вам нужно работать именно, именно, ну, именно в этом направлении, вот. То есть, эээ, то есть, эээ, в первую очередь, вам нужно, двигаться, именно, вот, в сторону, эээ, снятия механизма защиты, вот. И определение того, что, что именно вас больше всего пугает, что именно вас больше всего напрягает и, соответственно, почему. Вот. То есть это не всегда легко, мягко говоря, да, это требуется, ну, требуется определенные ресурсы. Для этого, вот, но, тем не менее, вам это сделать необходимо. И делать это лучше всего под руководством психолога-специалиста, вот. Обратите внимание на то, что вы, ну, не сказали. Ничего. Своей маме. Вот. Да. Обратите внимание на то, что мама не в курсе того, что с вами происходит. Ну, не в курсе она, как бы, до сих пор. Вот. Может быть, с ней стоило бы поделиться, может быть, вам тогда было бы легче, может быть, вам тогда было бы проще, по крайней мере, вы не чувствовали бы себя одной. Вот. Если вы не можете своей маме рассказать, да, то, соответственно, нужно в таком случае обращаться к друзьям, то есть самое главное, вот, не быть одной, да, то есть, отвечать за помощь. Вот. Вот. То, что вы делаете сейчас, это хорошо, это уже не важно, но этого, к сожалению, мало. Поэтому, вот, откровенно, откровенно мало для, ну, для решения проблемы, вашей, вот, потому что, где практически ничего не понятно, ну, вот, исходя из вашего текста, исходя из того, что вы написали, практически ничего не понятно, то, что вы пишете, всему, то есть, вы описываете, по факту, вы описываете следствие, следствие проблемы, но не причину. Причина остается, по-пресему, где-то за краем, ну, где-то за краем, да, вот, где-то за краем того, о чем вы говорите, к сожалению, к сожалению, так быть не должно, вот. Дальше, значит, от порезов вы, соответственно, дистанцируетесь. А, так, значит, у нас порезы на руках, да, ничего не говорим, матери, хоть и тяжело, почему не говорите матери, давайте вот с этим моментом то не разберемся, почему не говорите. Возможно ли, как-то справиться с этим, обязательно, нет, возможно, если бы можно было выбрать, вы бы уже справились. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.